16600. 7 томов. Ну, это книги, не знаю, но если удаться издать «Ответы в Воскресе Святой Библии», примерно на 10 томов. Это около 20 тысяч будет стоить. А у нас-то вещь идёт о миллионах. Только предоплата 3 800. То есть на бумагу, как они говорят. Всё, дорогие мои, я пошёл. Видели, как, говорит, садился, да не видят, куда закатился. Как в сказке написано. Сейчас на меня один зашёл. Около, не знаю, но раз в 30-е я нас позвонил. Один раз. Давай, давай, там. Ну, видно, молодой совсем. У меня сына вот берут в армию. Что скажете? Я не отвечаю. Я закрыл, а он опять звонит. Два звонка, и опять закрываю. Побился, побился. Маленько отдохнул, и опять. Вы видели, как у меня устроено гимнастикой заниматься? Я бы давно слёг. Вот она ходит с костылями. Два костыля. И матушка та же. И поэтому, как же так, некоторые верующие, гимнастикой занимаются. Вообще верующие, нельзя заниматься гимнастикой. Тем более я занимаюсь, хожу и молюсь, читаю молитвы. И у меня в доме, там теперь, там коврики стояли, дорожки на веранде. Я всё свяну, в одно место сложил. Найду никуда не девать. Надежды передать, чтобы не просила назад. Вы не видели, у меня там гроб стоит? Видели? Нет, я могу вам показать это. Тут хоронили Серапиму Гавриловну. 95 лет, что ли, она жила, 94. Что-то в этом радиусе. Она на 13 лет старше меня. Ну и мне понравился гроб. А дело это Андрей, он мастер такой. Ну я доски принёс, всё это оплатил ему. Сколько? И он мне сделал гроб. Крышка станет. Я подойду, примерюсь. Нормально, хорошо. Святые никогда не боялись этого. Они выкапывали могилу даже. И даже своим, которые помогают им, они говорили, когда моё сердце развеселится, ну когда там губернатор приезжает, ты подойди и скажи, а там могила-то выкапана. Вот так. А у меня гроб-то там стоит. Где хоронить, я там флажки поставил, лакомаминые могилы. А батюшка говорит, я тут лягу. Я говорю, нет. Потом решили, кто первый придёт туда. Готовность номер один. Когда будут копать могилу, у меня только один наказ. Володя тут только смотри за этим. У меня там сапоги, заходишь в дом, сапоги на мёртвого, сапоги стоптанные. Ни имя, ни тела, ни в коем случае, ни мыть, ни раздевать. Вот как есть. Ну проверить везде где-то миллионы. Не нащупывается тогда. Карманы вытекнуть. А то у меня тут верёвочки дают, рукавички. Четыре кармана. Мне нравится это. Как не жил, говорит, а прожил. Столько не будет. Ну а может быть дольше. А можно, я вообще не думаю об этом. У меня уже два раза было такое. Сердце останавливается. Ночью было. И вот недавно. Я чувствую, ударит, замрёт. Неужели всё? Нет, опять засвущало. Ну вот вчера я истопил. Тепло было. 31 градус. Володя говорит, вафлите сегодня мы. Я опять заготовил, дров наносил. На плиту наложил. Ну две недели-то вполне может опять придётся истопить. А молиться-то приходит. Я не столько о себе думаю. Я думаю, вы придёте. Печь там не топится. И здесь вы вёрзнете. Я больше-то для вас затопил. Ну и натопил. Трубу закрыл. Не забывай, когда будешь. Труба там полностью заходит. Со стола. Тихоньку выдержит до стенки. А потом, когда разгорится, маленько можно убавить. На стол зайти. На плиту туда. Вот. Там закрыли. Ты тут посмотри, где вода протекает. Нет, чтобы не трогали. Мы обо всём обсудили. Если бы были ставни железные, это бы запер дом. Раньше так было. Сейчас никак. Мы оставляем кого смотреть. Было и залазили. Там. А сейчас Бог его знает как. Сильно уж хорошо у нас тут. Вот. Двенадцать надписей. Покажи. И двенадцать вручную написаны. И кто брал это, не думал двенадцать. Но получилось именно так. А больше некуда. Вместо-то. Вот так. И покажи эти, которые от руки. Это Надежда в основном писала. Часы здесь и там. Двое часов. Ну, богато. Что тут говорить. Тут есть книги. Не книги, а альбомы. Вы их видели, нет? Я вам покажу. Тут два альбома. Фотография. А тут обратно надо положить их сюда. А что-то я их не вижу. А, вот оно. Тут где-то второй альбом. А, сверху, по-моему. Я его не вижу. Альбомы очень хорошие. Видите, фотографии. Ага. О-о-о. Вот, вот, вы найдете. И главное тут стихотворение мое. Вот. Тут это оригинально все так. Видите, сколько здесь найдете. Ну, я положу здесь, чтобы водой не запачкать. Очень хорошие. Смотри, Ирина, с дочкой маленькой. Так, православная деревня потеряется. Во свете Библии. Ну, все как надо. Вот оно, как выглядит. Во. И сколько здесь делаем. И тут на каждой странице. Страница сколько. И сразу стихотворение. Везде. Мои стихотворения. А это более ранний период было сделано. Сибирский ковщек. Название. Это один такой фотографировал. А там, видимо, разные. Вот. Видите как. А это Игорь Барабаш чем начинал. А это в школе. Видите как. А это крещение было. И ветром как рвануло. И просто завернуло. И она на первом месте. А это матушка идет. Копну сено несет. Ты. Это было давно. Давно. Ну, вот так. Никуда. Только посмотреть и положить, чтобы там не достать. Может быть. Верно. Ну, что я ухожу. Оставляю вас. Ужинать я. Не ужинаю. И заблагословить. Простите меня Христа ради, брат. Еще можно. Обиды какой-то. Я ниже вас всех. На столовой главу. Раз, ни хрена. Благодарю. Вы познакомились ближе. Так. Спаси Христос. У нас расстояния нет на земле. Сестры, благодарю вас. Да. Благодарю вас. Да. С Богом. С Богом. Спаси Христос. Сегодня она написала, можно. Я вас обнимаю, как дочь. Что интересно, писали стихотворения. Тут тоже какие-то. А когда мои стихи стали появляться, они все бросили писать. Только одна осталась. Екатерина Можина. Все. Пришел с голодной руками, с Богом и ушел. Ничего больше нет. Так. Все. Поднимайся. Уходим. А ну, ага. Покормите ее. Что тут останется на завтра. Благодарю за обед. Все. Ушел. Благодарю. Благодарю. Ну, что.